Всем привет дорогие друзья, с вами Инесс. Я продолжаю не самую популярную среди народа рубрику, но тем не менее я знаю, что она многим нравится и многим помогает. Это рубрика, посвященная скриптам. Сегодня скрипты у нас не на конкретного героя, а набор функций, который будет полезен при игре за любого героя. Сразу вам хочу сказать, что частью из этих скриптов пользуется огромное количество игроков на профессиональной сцене, поэтому и вам я считаю не грех. Итак, скрипты вы как обычно можете найти в описании к этому видео, там находится ссылка. То, как работать со скриптом, как его поместить в нужную папку, если вы не знаете, вы можете посмотреть в моем видео со скриптами на инвокера. Там я подробно про это рассказывал, поэтому еще раз я не буду тратить на это время, просто идите и смотрите то видео, если не знаете. Все, что нам нужно, это положить в нужную папку скрипт и можем посмотреть на него, чтобы чуть-чуть изучить. Что у нас есть внутри? Проверка рун, быстрая покупка обсервер вардов, быстрая покупка сентри вардов, быстрая покупка летающего курьера, быстрая покупка ботла и доставка его курьером, быстрая доставка предметов курьером на одну кнопку и скрипт много кликов в секунду. Сейчас я вам подробнее расскажу о каждом из этих скриптов. Естественно, чтобы активировать скрипт, вам нужно прописать его в консоли, поэтому убедитесь, что консоль у вас включена, откройте ее и напишите exec help. Если все верно сделали, то увидите вот эту надпись. В таком случае у вас все работает и можно пользоваться скриптом. Первое, что есть в скрипте, кнопка I, позволяет быстро проверять руны без использования мышки. Нажимаете I, один раз смотрите на верхнюю руну, второй раз смотрите на нижнюю, третий раз переключаетесь обратно на героя. Соответственно, небольшая экономия времени, не нужно ввести мышку на миникарту, не нужно кликать. Всего лишь нажимаем одну кнопку и быстро-быстро можем проверить руны. Вторые две кнопки O и P позволяют нам быстро покупать варды без использования магазина, то есть без открытия лавки. Опять же, не нужно никуда ввести мышкой. Нажимаете O, покупаете Observer Ward, нажимаете P, покупаете Sentry. Экономия времени, плюс полезно для саппортов, которых, например, вас гангуют. Вам нужно потратить куда-то деньги. И если вы хотите купить варды, то вам нужно открыть магазин, ввести мышку, можете не успеть это сделать. Здесь нажимаете всего лишь одну кнопку и покупаете нужные вам варды. Третья кнопка J, она позволяет нам без, опять же, открытия магазина апгрейдить курьера. То есть вы нажимаете одну кнопку, сразу покупается курьер летающий, сразу он улучшается. Опять же, небольшая экономия времени, может быть очень полезно, если вы видите, что вашего бегающего курьера кто-то пытается убить. Просто сразу нажимаете одну кнопку, он улучшается. Далее, полезная очень штука для тех, кто стоит в миде. Кнопка K. Нажимаете просто кнопку K. И что происходит у нас? К нам летит Bottle. Курьер с Bottle летит автоматически при нажатии этой кнопки. То есть вы лишь нажимаете одну кнопку, сразу покупается Bottle в курьера и сразу курьер отправляется, передает Bottle вам. Следующая кнопка L. Чтобы она у нас нормально сработала, нужно подождать, пока курьер вернется. Кнопка L делает следующее. Ну, например, мы купили Brasser, мы купили... Что там еще можем купить? Мы купили, например, Meku и мы купили Power Trits. Все это лежит у нас в тайнике. Мы нажимаем кнопку L, если курьер находится на базе, он автоматически это все подбирает и везет вам. Ну, при этом еще в чат пишется, что вы используете курьера, чтобы люди не нервничали и понимали, что вы собрались использовать сейчас курьера. Соответственно, такие вот очень удобные кнопки. Если к ним привыкнуть, то вы будете постоянно экономить немножко времени и в некоторых игровых ситуациях это вам очень сильно поможет. И последние два бинда стоят они у меня на русскую кнопку B и на русскую кнопку U. Соответственно, там запятая и точка. При нажатии на запятую у вас включается повторение клика правой кнопкой мыши или как это называется 10 кликов в секунду. Как видите, ну точнее, если я выключу это, то я нажму куда-либо и герой пойдет, но больше ничего не будет происходить. То есть нужно будет постоянно кликать. Если я включаю эту функцию, то я могу вот так вот передвигать своего героя, как угодно. Это позволяет, например, лучше блочить крипов. Ну, я этим не умею пользоваться, но если вы привыкнете, это позволяет лучше блочить крипов. Это я вам точно говорю. Большинство профессиональных игроков пользуются этой командой именно для того, чтобы блочить крипов. Плюс она, в принципе, облегчает вам контроль героя, потому что вам не нужно постоянно кликать на мышку. Вы нажимаете на нее один раз и команда бесконечно повторяется. И, естественно, это позволяет вам очень быстро брать руны. То есть вы просто встаете на руну и зажимаете эту кнопку. Если рядом с вами стоит противник, у которого нет этой команды, она не включена, он никогда в жизни не успеет взять руну настолько же быстро, насколько и вы, если вы кликаете прямо вместо ее появления. Потому что у вас бесконечно повторяется команда, а ваш противник будет ограничен скоростью нажатия, соответственно, на правую кнопку мыши и своей реакцией. Соответственно, включается эта команда на кнопку B русскую, выключается она на кнопку U. Вот так вот. Такие вот интересные скрипты, которые я давно обещал, они, в принципе, должны помочь многим и, думаю, что будут очень полезны. А если так, то, как обычно, ребят, ставьте лайки, рассказывайте о видео друзьям, подписывайтесь, конечно, и на канал. Будут еще и другие скрипты и вообще куча разных интересных видео, которые я продолжаю для вас создавать. Всем спасибо за просмотр, с вами был NS, пока!